Приветствую вас, мои любимые, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами посмотрим тему, что он о тебе думает после встречи, его мысли о тебе после встречи. Причем это может быть новое знакомство, либо это последний раз, когда вы с человеком виделись. Можете себе даже визуализировать эту обстановку, в которой вы виделись, что вы чувствовали, о чем вы говорили, ну как-то воссоздать эту картину, эту мизансцену в своем сознании. И вспомнить, может быть, свои ощущения, запахи, свои чувства этого человека, как он выглядел, ну и так далее. Итак, его мысли о тебе после встречи. Друзья, огромное спасибо вам за поддержание энергообмена, за донаты, за вкусный кофе. Итак, его мысли о тебе после встречи. В момент, когда вы последний раз с ним виделись. Для начала давайте посмотрим, для кого расклад больше, может быть, подойдет и срезонирует, будет актуален. Это вы и это загаданный человек. Ну, что-то вы раздираемы какими-то соблазнами и искушениями, может быть, боитесь нарушить какие-то обеты, может быть, данные себе какие-то обещания. Например, зареклись чего-то больше не делать, никогда и ни за что, но чувствуете, что вот что-то внутреннее, какие-то очень сильные эмоции, ощущения вас подталкивают нарушить это табу. Есть что-то такое в вашей жизни, чему у вас сейчас как будто бы нет сил противиться. Очень хочется нарушить это обещание и пойти туда, где как будто бы нет логики, нет резона, нет никакой выгоды. Но при этом есть какое-то невероятное необузданное желание поступить именно так. Может быть, еще в вашем окружении есть человек, который вас активно соблазняет и подначивает. Пойти на сделку с собственной совестью. Человек, о котором сегодня пойдет речь, загаданный или тот, который пришел на расклад? Человек стоит на пороге какого-то серьезного, важного выбора. Это причем может быть выбор в отношениях между двумя партнерами, партнершами. Это может быть какое-то решение для себя, что, например, я буду делать так, да, и ничто меня не переубедит. Решение, которое он сейчас принимает, очень важное, потому что оно в долгосрочной перспективе влияет на то, как выстроится вся дальнейшая жизнь. Конечно, до определенной степени, да, если мы с вами вспомним эффект бабочки, да, то есть каждое микродвижение, оно, конечно, так или иначе нашу траекторию пути меняет, как-то корректирует. Но он сейчас очень четко осознает, что именно от его волевого решения очень многое зависит. Решение у него уже есть, да, он его практически вот осязает, держит его в руке. Просто остается либо двинуться в эту сторону, да, либо кому-то объявить, кому-то продемонстрировать свое решение, да, его как бы презентовать, сделать его явным и проявленным. Такая история. Итак, каковы же его мысли о вас после последней встречи? Что сейчас Вселенная хочет сообщить? Кстати говоря, это может быть и разговор по телефону, да, это может быть какое-то общение в интернет-сети, не в буквальном смысле встреч, а может быть ваш последний контакт, да, потому что здесь у нас есть карта звезды, указание на дистанцию и расстояние между вами, как вариант, да. И вот после последнего вашего контакта, этого общения, это человек, который вновь почувствовал в себе какой-то прилив эмоций, любовного характера, и у него появилось видение, как действовать дальше. То есть как будто бы он ощутил, что есть какой-то новый шанс, что ему сейчас как раз может повезти. Еще может быть это человек, который очень четко с вашей стороны чувствует расположенность в его сторону, да, вы его этим окрыляете, как будто бы вот даете зеленый свет, что вот посмотри, как я настроена в твою сторону, да, насколько я готова пойти за тобой, сколько у меня чувств в твой адрес. Возьми, пожалуйста, ситуацию под контроль, да, возьми все в свои руки, воспользуйся этой возможностью. Ну, то есть вы-то здесь вообще обуреваемы, страстями. И вы для этого человека в каком-то смысле вот такое воплощение его мечты. Давайте посмотрим, а что он будет с этим делать? Воспользуется ли он этим шансом? Так, чему он склоняется относительно вас? Как действовать? Ну, посмотрите, наш король мечей, человек, который раньше, может быть, не решался как-то открыто проявлять свои чувства, сейчас осознает, что он не может больше противиться тому, что у него там накопилось внутри. Это такой, знаете, эффект извержения вулкана. То есть вот это вот уже все настолько подпирает, что сейчас все это из него будет выходить как-то наружу. Человек чувствует в себе какие-то трансформации, реально какие-то перемены. Я не знаю, что там между вами на этой встрече произошло, но человек как-то почувствовал себя очень воодушевленным. Опять же, может быть, вы действительно махнули ему таки флажком, дали отмашку, дали сигнал, что можешь действовать. Я готова, я открыта, я полна этих эмоций, полна тоже каких-то этих ожиданий. Я вот жажду, чтобы между нами действительно произошел какой-то вот этот страстный момент соединения. Очень много какого-то движения, активности, стремительности, направленной в вашу сторону. Что еще он думал о вас после вашей последней встречи? Про вас, про ваши отношения, про то, что, в общем-то, в его жизни, может быть, происходит. Он хотел бы сейчас об этом рассказать. Что еще? Вы оба длительное время находились в каких-то иллюзиях по семерке кубков. Да, и эти иллюзии сейчас будут с каким-то неимоверным треском, грохотом и шумом рушиться. А сейчас с ваших глаз, из его спадет пелена. Вы будете видеть картину как-то более ясно, более трезво. Может быть, в каком-то смысле это даже вам причинит боль, потому что некоторые иллюзии выступали в качестве такой, знаете, ширмы, какой-то успокоительной пилюли. Каким-то образом, знаете, лакировали действительность вот так, чтобы вам было как будто бы комфортнее. Но вы поймите, что до тех пор, пока эти иллюзии не улетучатся между вами, да, и не произойдет какого-то открытого, честного такого разговора или движения навстречу друг другу, вы не сможете приблизиться к реальности. Вы не сможете реализовать то, что вы задумали, да, потому что если жить в мире иллюзий, да, ну как-то на расстоянии, может быть, это какой-то интернет-роман или какие-то эпизодические встречи, то вы как будто бы встречаетесь вот своими аватарами, но так и не даете возможности друг другу прикоснуться к истинному содержанию друг друга, да, вот какого-то такого глубокого контакта между вами не происходит. Сейчас, наконец-то, эти маски вот с треском будут с вас слетать. Все это разойдется по швам, все вот эти хрустальные замки, которые вы там настроили, долго вы это строили, да, может быть, терпели, может быть, как-то старательно даже удерживали эту иллюзию. Но сейчас эти иллюзии вот будут как-то из вашей жизни улетучиваться. То есть, может быть, какие-то недоговоренности, может быть, наконец-то выяснится, как оно все на самом деле, и вы, наконец, сможете приблизиться к действительности. Что еще он думал про вас после вашей встречи последней? Что еще вам важно сейчас узнать? Может быть, о его чувствах, о его намерениях в вашу сторону? Может быть, что-то про эти иллюзии, которые разрушатся. Так, друзья мои, любимые, девочки, мальчики, мои прекрасные подписчики. Здесь вот информация для кого-то вполне конкретная. Если вы знаете, что у этого человека есть какие-то отношения, помимо ваших, да, он, например, состоит в каком-то союзе, в союзе официальном, да, то это человек, который хочет вам сказать, что после вашей последней встречи он понял, что вот эта вот история, ну, в каком-то смысле для него была, как говорят молодые люди, геймеры, да, такая пробная катка. Какой-то черновой вариант, опыт некий, да, вот он понял, что вот в этом союзе, который у него есть, он, ну, как будто бы получил какую-то мудрость, какой-то очень ценный урок, но сейчас ему нужно будет как-то по справедливости решать, да, либо он будет пытаться как-то все это совмещать, либо завершать эти отношения. Очень часто эта карта указывает нам на развод. Это может быть мужчина, который подумывает о том, чтобы завершить какие-то отношения, которые для него стали в каком-то смысле, ну, таким кармическим уроком. Все, что нужно было, он исчерпал в отношениях со своим партнером, сделал какие-то выводы. Ну, будем рассчитывать, что какие-то выводы полезные, которые ему в дальнейшем, в будущем пригодятся. Вот такие мысли у него были. Это для тех, кому важно это услышать. Опять же, расклад общий, да, соизмеряйте это с вашей реальностью. Ну, и что, может быть, еще он вам хотел бы передать, да, после вашей последней встречи? Вот если бы была у него такая возможность, сейчас вам прямым текстом некое сообщение до вас донести, что бы он вам сказал прямо сейчас. Да, ну вот нарратив у нас именно пошел в эту сторону, да, мне как-то из потока передают, так я вам, собственно, это и интерпретирую. Не случайно у нас здесь вначале была вот эта карта принятия стратегического решения. Все-таки это мужчина, который после встречи с вами еще раз как-то вот утвердился в мыслях о том, что ему необходимо разобраться с какой-то запутанной историей взаимоотношений. В тех отношениях, в которых он сейчас находится, ему не хватает эмоций, ему не хватает любви, не хватает включенности со стороны партнера, да, это может быть в буквальном смысле у нас королева мечей, представительница воздушной стихии. Женщина очень рассудочная, женщина, которая видит свои какие-то перспективы, выгоды, плюсы от того, чтобы находиться с ним во взаимоотношениях, но в этих отношениях совершенно отсутствует какой-то драйв, огонь, какое-то в хорошем смысле ребячество, и самое главное, нет любви. Поэтому сейчас он бы вам сказал, если вы в курсе этой сложной ситуации, то, что у вас сейчас как-то все вот так запутано, такая вот Санта-Барбара у вас происходит, не будьте к нему сейчас слишком строги, безапелляционны, не принимайте каких-то окончательных решений. Он верит, что в ваши отношения можно вдохнуть вновь вот этот огонь, эту страсть разжечь, для того, чтобы приблизиться вот к этому состоянию влюбленных. Еще он вам хочет сказать, что он понимает, что вы сейчас проходите с ним вместе какие-то временные трудности, и это просто такой период, период, который нужно пережить. Если вы будете делать это вместе, то тем самым, конечно, вам будет проще справиться с этими обстоятельствами. Если же вы понимаете, что вы уже сейчас не находите в себе моральных сил, чтобы его в этом поддерживать, то лучше принять это решение на берегу, до тех пор, пока он не двинулся в какую-то конкретную сторону. То есть это некая переправа метафорическая, где сейчас вот идет этот выбор между какой-то рациональной, практической стороной жизни и любовью, эмоциями и возможности выстроить какие-то отношения, базирующиеся на принятии эмоциональной включенности и любви. Друзья, прежде чем я вытащу еще в конце карту совета от Вселенной, я хочу сказать, что вот все, что я озвучиваю, то, какими словами я это называю, вот вы поймите, я просто пытаюсь перетранспонировать некую информацию из потока, некие чувства и ощущения в слова. Это не значит, что ваш загаданный человек использует тот же лексикон, что он придерживается такой же речевой стилистики. Нет, это я пытаюсь донести суть. Он может это все формулировать совсем в других выражениях, но если вы в этом угадываете некий тренд, то, что вам напоминает и его, и то, что между вами происходит, значит, это ваша история. Если же совсем все мимо, то, конечно, не стоит себя убеждать. Итак, давайте возьмем подсказку от колоды путеводная звезда. В конце над чем подумать, что, может, было бы сейчас полезно увидеть. Тема его мысли о тебе после встречи. Да, ну для него судьбоносный момент, да, он как будто бы стоит вот перед этой открытой дверью в бесконечность, в бесконечность вариантов, возможностей, понимает, насколько важно сделать этот шаг правильным, ну, условно правильным, то есть в моменте действительно не ошибиться, как-то, может быть, не дрогнуть. Но ощущение, вот какое-то предвосхищение у него очень светлое. Вот он там видит что-то такое, чего он, может быть, очень давно хотел, жаждал, мечтал, но не мог себе позволить. Поэтому вам сейчас совет от вселенной такой. Вот все-таки предоставьте возможность сейчас более ярко, активно, инициативно проявляться партнеру. Не пытайтесь прожить эту жизнь за него. Не стелите соломку без просьбы, без необходимости. Постарайтесь все-таки вот находиться в позиции созерцателя и просто следить спокойно за тем, что происходит. Вот будьте уверены, если вы своему мужчине, своему партнеру дадите возможность находиться в этой сильной позиции, то от этого выиграют впоследствии все. Итак, ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня занятный вполне получился расклад, нарративный, на тему его мысли о тебе после встречи. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, с большим удовольствием читаю ваши комментарии. Благодарю, друзья, вас за лайки, за оформление подписки. Если нужен личный расклад, находите меня в контакте или по почте, там я расскажу, как это можно организовать. Спасибо, что нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Спасибо вам за поддержку, за энергообмен, за донаты. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад.